Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале. Недавно я показывала свой дружный коллектив, своих коллег, которые тоже вышивают в обеденный перерыв, как и я. И одна из коллегушек сказала, что через два дня будет готова икона. А у нас в коллективе так, пацан сказал, пацан сделал. Действительно, через два дня икона была готова, но третий день мы сдержали ее в багетке. И вот сегодня принесли очаровательная икона, просто вот чудесная. Давайте рассмотрим ее поближе. Это икона именная, святая Елена, фирма Абрис Арт, очень четко и пропечатан рисунок. Техника бисера разная, и вот так, когда идет, как это называется, линиями туда-сюда и по кругу. Круговая или бисковая, по-моему. Ученик превзошел своего учителя. Икона нам очень понравилась, особенно здесь крупная бусина. Или это у Светланы были? Да, у Светланы были крупные бусины. А вот на короне кажется, что как будто крупные бусины. Ты немножечко пошевели руками, так чуть-чуть, чтобы она так переливалась на солнце. Чуть-чуть. Вот, вот, бисер переливается вверху. Но сейчас еще просто мы от солнца закрылись. Может, в комнате? Нет, нормально. Нам нравится очень, что холст. Можно даже покрывать. Может, приподнять? Ну, так, видно, все равно. Вот так я тебя просила, чтобы... О, так темнее. Красиво. Мне как изогнуться, чтобы показать. Багет. Подожди, значит, холст у нас можно даже лаком покрывать. Кто не хочет под стекло, но мы решили под стекло. Очень нам нравится обрамление. То есть, вот, вышит лиг, нимб и обрамление. А вот это место, оно не зашивается. Там просто холст такой. Лен, да. У нас двойная, двойной багет. Один и второй. Очень нам кажется, что по цвету подходит. Вообще, икона волшебная. Лен, как вышивалась, расскажи. Ну, получается, что у меня уже эта третья икона. Первые детки, Фатиния, Дарья. Это икона третья. Светлана, Даша. Да, это Елена. Вышивалась она на одном дыхании всего лишь за одну неделю ровно. Единственное, конечно, первый день и последний день приходилось вышивать примерно по 12 часов. Так что работа одна из... Ты хочешь всему миру сказать, что мы сумасшедшие. В общем, одна из самых скороспелых работ. Очень на одном дыхании. Вышивалась, на самом деле, на одном дыхании. Яркие тона, яркий бисер. Бисер один к одному. Нет ни одного бисера. Тот, который, допустим, был не совсем стандартный. Нестандартный. Все бисера стандартные. Цвета очень яркие. Он тебе понравился? Очень. Икона, да. Идеально, конечно, сделали в багетной мастерской. В шедевре у нас. Ты сейчас переходишь к коням, которые я порекламировала, или будешь Русланом? Нет. Сейчас, на данный момент, я заканчиваю свою семейную серию. Перехожу на Рустика Руслана. Давай покажем. Это икона тоже. Фирмы Абрис Арт. Мы все в одном. Ты решила в одном стиле. Давай мы фирму покажем, кто захочет. Но здесь из минусов, наверное, что очень плотная конва. Какой минус? Ну, стойки ломаются, и если вдруг икона поведет, не вся багетка возьмется, так сказать, ее делать. Это плюс в том плане, что на века, что называется, да, и красиво. Кстати, если можно, расскажу, да, плюсы и минусы. Только у меня какие-то есть какие-то... Плюсы, значит, в том, что на самом деле идеальный бисер, вроде бы идеальная конва, но иногда ведет лицо к сужению, поэтому лучше начинать с первого ряда, с внутреннего, а не с внешнего. Как у меня было при первой, то есть ошибочка моя была. То есть с внутреннего идти ко мне. Да, с внутреннего идти ко мне. Это раз. А потом также можно, когда вы чувствуете, что немножечко все-таки у вас уходит, тут написано, что можно разрешено гладить с изнаночной стороны через влажную салфетку, чуть-чуть плотную-плотную влажную салфетку. И все морщинки, которые там появляются, разглаживаются идеально. Приколу, тебе сейчас секрет скажу. Нормальные вышивальщицы вышивают на станках, на пальцах. Ну, понятно. Поэтому, наверное, у них не ведет. Может быть. Давай так, товарищи вышивальцы, да, кто, как и мы, вышивают на коленочках и без пялиц, и без станков. Без станков. 40 минут в день. То совершенно можно так. И иголочку можно брать. К ним прилагаются три иголки. Но иголку можно брать, я вот сделала на третьей иконе, простую обыкновенную иголку, даже не бисерную. И она не ломается вообще. Это то есть как тоже некий такой совет. Само-малоуничка. Да ты меня скоро звездой YouTube знаешь. Давай бисер есть, зелененький покажем, какой красивый. Бисер есть. Очень красивый зеленый бисер. Да, очень, очень. Мы здесь вышли пока только... Мы, я можно подлежусь к тебе, да? Мы здесь вышли. Да, да, да. Вот, и нам очень нравится зеленый бисер. И бисер очень, на самом деле. Вот, вот сочетание, мне кажется, вот этого бисера, да, с этим будет очень красиво. И желтый будет вот с этим как раз. Отброса бисера мало, да? В основном он красивый. Бисер остается очень много. Не только, а очень-очень много. Это ли на дно остается. А вот иногда откалибровка, то есть, ну, этот нехороший, этот кривой. Нет, здесь такого вообще не было. Вот у меня третья работа, ни одного не было прокованного бисера. А, четвертая работа, Саша, Дарья, Света, ты, Света, Елена и Рустик, Руслан. Ну, давай сейчас поставим икону вместе, как вы будете смотреть с мужем и женой. А, я-я-я-я. Вот она, семейная пара, Руслан и Елена. Скоро он будет тоже вышел. Да, Руслан и Людмилу дошли оба себя. Ну, как еще Людмила, Руслан и Елена. Нет, сказки, сказки. Как Петр и Феврония, вот вы, Руслана и Елена. Да, да, да. Красивая. Сочетание тоже, видишь, цвета будет красная. У меня есть уже красный, зеленый, здесь тоже красный, зеленый тона. Они у всех одинаковые. То есть, одни и те же. Кстати, опять же, плюс, в чем, если, допустим, пожелаете вышить несколько, то цвета одни и те же. Даже я уже даже не отрезаю при положенном отрезанном. Я уже знаю, как и где какие цвета уже здесь. Нормально. Вышивающиеся, опять же, отрезают, а мы же относимся к категории. Поэтому здесь цвета одни и те же практически в плане от обработки края. Молодец. Давай, Ленуся, в конце покажем еще готовую работу. Да, да, да. Багет просто шикарно. Да, да, да. Когда все четыре будут готовы, пойдем освещать. Издалека еще, чтобы это было видно полностью. Ага. Рабочий стол, чтобы был. Нет, можно как-нибудь возьмем. Немножко не входит. Все, если только я на диван поставлю. Ну, поставь на диван поставь. Вот она, иконушка во всей красе. Так немножко фонарик видно. А вот так нет. Попробую с другой стороны. Вот. Ну что, на фоне этой прекрасной иконы желаю всем мира, добра, любви, душевной гармонии, всего самого красивого. Ой, какая красота. Ой, Елена, такая красота. Вот. Вот такую красоту сотворила моя коллега. И без проблем. Ага. Вот. вот. Продолжение следует...